Президент и его команда осознают, что вот такой вот Кабмин, вот этот вот премьер, они работают в чистом виде на негатив в адрес власти, тем самым запятнувание президента самого. То есть уже пошло прилипание к президенту негативного имиджа от этого, знаете, этой бочки с дегтем, который является Арсений Петрович сейчас, которого люто ненавидят все просто в этой стране. Что с этим делать? Нельзя избавиться от Яценюка. Ну вот так вот сейчас разыграно, да, вот эта вот карта геополитическая, что ли. И может быть вот карта Авакова выставлена в противовес. Поэтому я полагаю, что идет требование негласное. Вот возьмем просто Кабмин Яценюка, ну кто наиболее одиозный, наиболее, скажем так, информационно подсвеченный персоной? Конечно же это Яценюк, а потом ведь Аваков. И вот надеяться в команде президента может быть, я допускаю, сейчас именно допущение, что убрав Авакова хоть немножечко получится продемонстрировать хоть какой-то минимальный ремонт, да, пусть даже косметический какой-то. Потому что протест, они знают отлично по социологии, ее регистрируют последний месяц, протестные страны значительно пошли в гору, именно потому что Яценюка не убрали. Все ждали, что наконец-то, когда защищенный период закончится, расстанется страна с этим человеком. С точки зрения электоральных эффектов, вот отставка Авакова, это жест в сторону, скорее, большей части западного электора. Отставка Авакова, это сугубо тактическая цель, вот в довыборный период, просто снизить чуть-чуть давление протестных настроений. Ну вот, с точки зрения выборов, да, отправляется в отставку Верховная Рада, но министры, вот как, кстати, я упустил этот момент, раньше оставались министры, исполняющие обязанности, сейчас министры политические фигуры, вот у нас эту реформу проводили, да, госслужбы. То есть, получается, что Аваков по-прежнему остается исполняющим обязанности министра внутренних дел. Ну, даже если будет распуск парламента и распадется коалиция, предположим, допустим, такое развитие событий, я все-таки полагаю, что Арсен Борисович действительно сейчас в зоне риска, его могут снять до того, как пойдут вообще эти процессы. Я уверен, что они не запустят распуск коалиции и перевыборы парламента. Есть еще ряд персон, а вообще, конечно же, когда это начнется, оно должно, в общем-то, начаться в стране, будет сформирован пул исполняющих обязанностей, не исключая, что Ярейска возглавит технологический процесс на какой-то период, да. Ну, вот выберут, знаете, вот таких вот киноков, новых киноков или конуровых. Семенькие, незаметно или пустовойтингов.